Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. С наступившим Новым Годом! Вопрос. Что вы делаете? Что вы делаете в данный момент? Очень важный вопрос. Что я делаю в данный момент? Хорошо ли я осознаю, что я делаю в данный момент? Я прихожу к выводу, что большинство людей не очень хорошо понимают, что они делают в данный момент. Вроде как бы и понимают, а вроде как бы и нет. Недавно слушал презентацию одной молодой женщины, которая считается лидером сетевого бизнеса. И она делала презентацию своей компании, своих продуктов, своего дела. Заявляет, что много лет работает в этой индустрии, что возглавляет большие организации. Но судя по тому, что она говорит, весьма сомнительное заявление по поводу ее профессионализма. Потому что она не очень хорошо понимает, что она делает. Она что-то делает, но вот что она делает, она сама не очень хорошо понимает. Почему-то считается, что в сетевом бизнесе можно преуспеть, не понимая, что ты делаешь. Вот если, например, у меня нету интереса к техническим вещам. Вот, ну нету интереса у меня, особенно к радиоэлектронике. Нету никакого интереса. И поэтому я часто не знаю, как мне настроить телевизор или там видеомагнитофон, совместить, то есть все, включить что-нибудь. Просто не понимаю. И я чаще всего, как многие из нас, действует методом тыка. Я пробую. То, все, этот колокольчик, этот штырек, эту розетку туда-сюда, этот тумблер. Смотришь, что-то получилось. Почему получилось, я так не понял. Просто методом проб и ошибок. Я наткнулся на правильное решение. Мог бы не наткнуться. Но когда я смотрю на профессионального человека, который понимает, что он делает, он приходит, берет синий штекер, включает его сразу туда, желтый сюда, это сюда, здесь эту кнопку, вот здесь подкрутил, и у него все работает. Он знает, осознает, что он делает. И так во всем. У меня был начальник, я помню, он не понимал, что он делает или не хотел делать то, что надо. Он собирал нас каждое утро на пятиминутку, офицер, руководитель. И вместо того, чтобы зарядить свой коллектив, поднять в них дух боевой, бодрость, такую энергию, и направить их на решение стоящих на сегодняшний день задач, каждому дать задание, возбудить его, поднять в нем энтузиазм, он целый час, каждое утро рассказывал нам байки, наслаждался своим правом брехать. Никто не вякает, сидит, слушает, и расходятся злые, как собаки, расслабленные, раздерганные, ненастроенные на дело, и целый день идет кувырком. Вот поэтому такие дела были в этом коллективе военном. Он не понимал, что он делает. В сетевом бизнесе, чтобы зарабатывать деньги, нужно осознавать, что ты делаешь. Вот я считаю, что заслуга, главное, 95% славы, которая принадлежит такому сетевику, практику, как Рэнди Гейдж, который давно уже никакой не практик, сегодня, конечно же, но вот он был когда-то практиком, и он сделал величайшее дело, он написал одну главную книгу своей жизни, как построить многоуровневый денежный механизм. Поскольку он прополз на брюхе все, и сам понимает, где, что и как работает, он написал правду, истину. Большинство из нас так до нее и не дошли. Там написано, что каждое действие, которое совершает сетевик, оно делается ради чего-то, во имя чего-то, ради какой-то цели. Акт привлечения нового партнера в бизнесу – это не одноразовая операция, это не одноактовое действие. Подключение нового партнера к бизнесу – это процесс, и он происходит постепенно, последовательно. На первом этапе ты даешь человеку вот эту информацию, вот эту, для того-то. На втором этапе ты даешь вот эту информацию, для того-то. На третьем этапе ты продаешь ему вот это, для того-то. И, наконец, на следующем этапе ты делаешь вот это, потому что вот это. И тогда человек входит плавно в процесс и начинает зарабатывать деньги и становится профессиональным человеком. Но если ты этого не понимаешь То ты тыкаешь штыкеры В разные гнезда И если случайно Наткнешься, подпишется А не случайно, нет Вот почему многие люди разочаруются А что же надо делать? А почему у него подписываться, а у меня нет? Боже, если бы вы знали Какой бред несут На презентациях Абсолютно не понимая Для чего выскакивают изо рта эти слова Вопрос, что ты делаешь? Чего ты добиваешься в данный момент? Ну, поясню на примере Как я работаю? Я на первом этапе Построение организации На первом этапе В работе с конкретным человеком Я ищу человека Которому было бы интересно От меня узнать об этом бизнесе Поэтому И мне нужно много таких людей И я знаю, что их немного Среди ста Несколько человек Поэтому я не трачу время На то, чтобы каждому встречному Рассказывать все Я стараюсь На данном, на первом Самом первоначальном этапе Найти человека Который готов узнавать От меня Я его спрашиваю Тебе вот это интересно Будешь разбираться? Тебе давать информацию? Да или нет? Он говорит Да ну нафиг не надо Все Я потратил 30 секунд Если он говорит Да буду Я даю ему информацию Которая Чуть-чуть больше того Что я на первом этапе Ему говорил Цель моей Первоначальной Вот Первоначального Моего спича Первого контакта Только одна Отправить его туда Где за меня Будут инструменты Раскрывать ему глаза Мне некогда Я занимаюсь поиском Других людей Больше я ничего не делаю Я не пытаюсь его Чему-то научить Я не пытаюсь ему Рассказать Я не пытаюсь его Просветить по поводу Моей компании Ее лидеров И так далее Это бред Сивой кобылы Это никого не интересует Абсолютно Что несут Ужас Как же человек подпишется Если ему с первой встречи Рассказывают С первого контакта Сейчас рассказывают О чем-то Это совершенно неприемлемо Это тыкать в гнезда Не понимая Можно Знаете Есть такие штекеры Которые входят Вот прямо в гнездо И если он туда не подходит То гнезда не совпадают Пазлы не стыкуются И если ты будешь тыкать Дальше усилия прилагать То там все сломается Выбросить это гнездо Этот штекер Все это надо выбросить Разъем это Нет С тупой Рожей тычут туда Ломают все И человек говорит Да пошли вы нафиг С вашим сетевым маркетингом Уроды Бред И идиоты Вот что уходит человек Понимая Что он столкнулся С непрофессионалом И в результате У него полное Разочарование От этой индустрии Большинство так и поступает А что надо делать А надо на первоначальном этапе Отбирать людей Те которые готовы слушать У кого есть интерес У кого есть жажда У кого долги Кому это интересно Кто Ну ладно Кто разумен Ведь в основном Если в интернете Об интернете говорят Ты натыкаешься на людей Которые могут материться Или там Просто глупости говорить То ли он под пивом сидит То ли что Нет Начинают вступать в диалоги Разговаривать Почему Потому что ты не понимаешь Что ты делаешь Если мы с вами Друзья мои Сетевики Не поймем Что мы делаем В данную минуту В нашем бизнесе То у нас нету Никаких шансов Сначала надо Отобрать людей Для этого Дается вот такая информация Которая определяет Да или нет Цель такая Отобрать Другой цели нету Следующий этап На сайт На сайте информация Которая Дает чуть-чуть шире информацию Показывает В какой сфере Это все происходит Какие могут быть результаты К чему ты можешь прийти И дальше следует Будешь узнавать Регистрируйся Ооо Это регистрируйся Значит ему не надо Сейчас А кому-то надо Из ста человек С которыми ты Первоначально поговорил Десять зашли на сайт И три зарегистрировались Так они уже Другого качества люди И они идут дальше Они приходят на презентацию Где уже в течении Получаса Или чуть может больше Сорока минут Но не более Ни в коем случае Уже рассказывается суть Мясо Опускаются Всякие детали Цифры Значит Всякая фактическая база По поводу там Компаний Продуктов Просто мясо Что за бизнес Что за продукт Что он делает Сколько можно на этом заработать И что конкретно Я должен буду делать Справлюсь ли я Нравится ли мне это Вот что сейчас Надо определить человек Как это ему показать Да в основном На историях Таких же как он Потому что люди Не хотят В большинстве случаев На первоначальном этапе Пока их не завело Пока они не увидели результаты Ого Вот это да Вот этот И вот этот Смотри-ка И вот этот Пока их не завело Их ничем Не заведешь В этот бизнес Они должны завестись Захотеть Мобилизоваться Заинтересоваться Вспыхнуть В них должен зародиться Энтузиазм Надежда И вера И вот тогда уже Тогда Отправлять его На следующий этап А у следующей этапа Своя цель Продвинуть ему продукт Чтобы он понял Как важно иметь Опытом продукт А на следующем этапе Показать ему Как делается бизнес И вот так постепенно Человек Из новичка Превращается в профессионал А у нас что происходит Часто Мы не понимаем Что мы делаем В данный момент Зачем просто Мелим языком Каша-малаша Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла И остановиться невозможно Это как тот мой командир Который собирал нас Офицеров И вместо того Чтобы вздрючить Возбудить Похвалить Мобилизовать За 5-10 минут И отправить работать Он трепал языком Потому что он не понимал Что Его карьера Военного человека Зависит не от того Что он сейчас Наслаждается Ушами Своих подчиненных И болтает Все что ему Заблагорассудило Он не понимал Что надо делать Или не хотел понимать Повторяю Так вот у нас тоже Многие Или не понимают Или не хотят Понять вообще Если ты не знаешь Как Смотри на других Если твой спонсор Тебе не помогает И ничего Вразумительного Вякнуть тебе не может Смотри на других Как они делают Смотри Внимательно Что он говорит Почему он так говорит На кого надо смотреть На тех У кого есть результаты На тех Кто зарабатывает деньги Кто не языком Треплет Корча рожу Что он крутой И умный А кто построил Конкретное дело Вы согласны со мной? Желаю вам удачи